Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер номер 2. Всё как всегда. Конечно, редко у меня выходят серии, но я надеюсь, что метко. Сегодня мы вместе с вами посмотрим новое обновление 3.15. Так что присаживайся поудобнее, готовь что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел бы вас попросить максимальной активности под этим роликом, чтобы было как минимум, как с предыдущей серии, там по 2-3 тысячи просмотров, уже не помню, если честно. Я был бы вам очень благодарен. Вот. По классике жанра мы начинаем с чинжлога, то есть что добавили, а потом едем смотрим. Вот. Там уже тайм-коды будут внизу где-то вот под роликом, вот это всё есть, конечно же. На выведение. Получается, добавлены палатки и мангалы. Теперь вы с друзьями можете устроить пикник на берегу озера или в лесу. Покупаются они в туристических магазинах. Для приготовления еды на мангале требуется купить уголь, а также мясо, или выловить рыбу. Перед началом приготовления следует загрузить продукты и уголь в инвентарь мангала. Крепкий сон в палатке полезен для вашего здоровья. Не знаю, к чему это написал, а походу здесь уже какая-то система здоровья видена, что ли. Что нужно есть, спать, вот это всё. Добавлена новая работа фермерам. Доступны для обработки поля, указанные на карте. Для работы требуются права на управление спецтранспортом. Получить их можно в карьере возле Лас-Вентураса. Ещё в сюжетке можно было получить права на бульдозер. Вроде как. Добавлен кейс Ferrari Edition. На нём доступны для выигрыша Ferrari F40, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488 Pista и Ferrari California. Улучшенная система рыбалки. Доработано меню продажи рыбы. Улучшена графика в мини-игре. Исправлены ошибки отображения пойманной рыбы. Другие исправления. Вновлены магазины товаров для рыбалки. Там расширенный ассортимент. Теперь он включает в себя товары для выезда на природу. Магазин переименованный в туристические. Теперь для открытия экрана магазина требуется не заходить на маркеры, а поговорить с продавцом. Добавлена новая трасса для проведения соревнований по дрифту. Находится она южнее аэропорта ЛС. Обновлен маппинг и КХЛВ. Обновлены текстуры отражения на автомобилях. Добавили ещё там кучу исправлений. Я думаю, вам это интересно не будет. Добавлены там ещё кучу исправлений по типу работы авиаперевозок. Мелкие исправления системы обмена автомобилей. Пропадение шлангов от кальянов и на автомойках. Отключено взаимодействие с погодой в салоне нанесения винилов. И по транспорту что новое добавили. Добавили можно сказать мотки. Добавили там BMW S1000RR. Вот это всё. ДецD6206. Я честно не шарю, поэтому там говорю. Если что, извиняйте. Управляйте в комментариях. Добавлена Ferrari F40, которую я уже говорил. И которую, я так понимаю, можно выловить только из кейса. Добавлен Harley Davidson, Honda CB1100, KTM и BMX. И из автомобиля добавили Porsche Panamera Turbo Sport Tourism. Обновлена Audi S8. Добавлена возможность открыть панорамные крыши на Ешке 213. И убрали старую Panamera и убрали Иш. В принципе, это всё. Собственно, теперь мы начинаем это всё смотреть. Поэтому давайте я сразу присяду в мою Ferrari. Очень мечтал её очень давно ещё. И просто зашёл этот на сервер. Увидел, что куча фер на БУ. Поехал на аукцион и урвал такую лайбу за 10500. Конечно, ещё её затюнил по типу диффузора. Добавил диски, тонер и спойлер мини. Но теперь она пушка. Просто. А за что я её взял? Просто за это. Я ещё ни разу не открывал крышу. Мне просто интересно посмотреть, как это будет. Блин, как это всё плавно. Просто капец. И можно ещё стёкла опустить. Бля, балдёж. Я буду вот так кататься. Сейчас посмотрим кейсы. Потом посмотрим трифт-рассу. Работу фермера. И в конце уже добавим какие-то палатки, мангалы, кальянчики. Вот это всё. Когда мы нажимаем F10, а у меня не прогрузилось ни хера, я понимаю. Вот. Открыть кейс и у нас появился новый кейс, который называется Ferrari. Открывать, конечно же, его не буду, потому что денег-то нет. Он стоит 2999. Охренеть, он стоит 3000 рублей. А сейчас он под скидки за полторашку. А полторашка рублей это чё? 15 миллионов выходит. То есть всё, что ты купишь, не окупится только вот эта фера. А то всё, по идее, окупится. А я думал, есть и рыбные отдельно, и есть туристические. Либо просто в 24 на 7 бы занесли эти палатки, вот это всё. Ладно, давайте посмотрим, что здесь находится. А, вот вверху F, чтобы поговорить. Ещё свой сити эти звуки. А, если интересуешься рыбалкой, да? Покажи, что подаёшь. Ничего себе. Ема здесь палатки. Жёлтая, красная, зелёная, синяя, фиолетовая рот. Мангал 7600. Давайте мангал возьмём. Маринованное мясо, блин, чё-то захотел прямо на природу. Уголь. Красная, оранжево-жёлтая, розовая, фиолетовая, синяя. Хочу красную. Бля, буду укусить Гасанов. Значит, возьмём Тингераси, Дарксайд, я думаю. Колян 15 тысяч рублей, нихера. В итоге, какой нам пак вышел? Мангал 7600 плюс маринованное мясо 480 плюс угли 80 плюс всё. Это выходит там 8160, это мангал и ещё палатка, это 24500. Это выходит 32660, чтобы чисто отдыхнуть в Санфе. Ну, как в Санфе, он так. Неплохо. Давайте ещё добавим кальянчик, то есть за 15 тысяч. И ещё, например, какой-то табак за 600, да. Это 48 тысяч, ну, 50 тысяч рублей. Чисто, чтобы съездить, отдохнуть, типа. Собственно, я перезашёл. И посмотрите, что здесь появилось. Посмотрите, сколько здесь людей. Хоть это на карте даже не светится. А вот здесь такая движуха, пацаны на геликах стоят. Блин, что-то гелик захотел. О, Шейк, привет. Хоть кто-то меня узнаёт здесь. Пацаны, смотрите, просто... О, боже. Сейчас авторские прилетят. Какой гелик, хотел сказать. Собственно, с РДС, да, и чё здесь? Ага, получается вот так, бля. Чё-то я продал свой скайлайн тогда. И вот сейчас вот тут. Ага, тут нифига не понятно. Тут, наверное, вот так можно поехать, либо вот так. Ну, трасса прикольная, кстати. Мне кажется, всё равно кольцо будет попиже. Здесь, потому что нету ни чиповки. Вроде как нету. Нету ни этого. О, кстати, пацаны, давайте посмотрим, как они будут ехать. Ай, красиво, и красиво. Ни чиповки, ни заправки, ни хера. Ага, это вот, ага, это вот здесь вот так. Ну, прикольно, почти раздали. Если бы ещё ближе было, то было бы вообще топ. Сейчас посмотрим, как она открывается. О, балдёж. Я думал, уже придётся ешку покупать, чтобы показать. А ещё сеточка, ни хера. Собственно, заходим в автосалон. То есть, я почему хочу сказать автосалон. Заходим в мотосалон. BMW S1000RR стоит лям 755. Ну, кстати, цены не такие же дорогие. BMW 700 долларов. Это Ducati такой вот стритовый. Ну, бля, красивый. За 220. Потом Harley Davidson за 895. Honda SCB или как там, SB 1100. Потом Красавик за 9929. Ну, и Hayabusa здесь была, и она стоит 700 тысяч. К мотикам меня не тянет, так что можно отсюда смело выходить. Оу, неплохо, неплохо. Я только что понял, что я не врубил записи, я долбоёб. Да, пацаны, короче, сдаём на права. Я вам то менюшку покажу. 100 тысяч рублей стоит права. Вот, ну где-то я уже точно видел такой. Или в Сан-Драйс обычный, или где. Кстати, посмотрите по маркерам, сколько на права сейчас даёт. Чё ж я не смотрю. Кстати, здесь же ковш можно поднять. На нумпаде как-то. Воу. Воу. Все будут с опочным ездить, а с поднятым. Хе. Ура. Подъехал. Бля, посмотри, какая здесь C39 сочная. А, надо сюда заехать. Блин, зачем ещё это в одну метку типа делать? Ну, это бред, нет? Мне кажется, это бред. А, куда до Феррари? Ни фига. Спецтранспорт от вождения. Блин, вот это офигенно. Е39, да? Пушка. Вот так, короче, я зашёл. Вот так. А вот лицензия получена, если чё. Вот, и сдать 100 тысяч рублей. И, кстати, вот я баг какой-то нашёл, видите? Дату уделяю. А, через Ф3 можно открыть-закрыть. И оно опускается само. Нихера. Кстати, после Редмира ездить по жёлтой пустыне в Лос-Вентурсе как-то необычно, кстати. Короче, Шейк говорил, что нету разницы, на какой ферме ты работаешь. И что на ферме ты можешь за... А, тут лаги, окей, тут не будем. Короче, за полчаса ты можешь заработать 300 тысяч, собственно, за час ты можешь заработать 1600. Сейчас будем проверять, или опровергать вот эту теорию его. Может, не теорию, а может, не правду. И закрыть. Крыша поднимется или нет? Крыша поднимется. Бля, балдёж. Просто балдёж. Я не могу. Хоть она и говно, но балдёж. Так, работа фермером. Вам необходимо собрать урожай, управляя трактором. Аренда трактора стоит 10 кристаллов за 30 минут. По истечении времени вы можете закончить работу или продолжить оплатив аренду. Ага, то есть 10 кристаллов. Ой, емат, это трактор. А, дец, это не мотик, это всё-таки трактор. Ну чё, пацаны, сколько будет 299 плюс 1? Вот это поворот! Аренда трактора пошла на полчаса, 10 кристаллов. Как бы ты можешь поменять 10 кристаллов на рыбу и пойти половить. Ага, здесь просто по точкам ездить, типа вспахивать поля, я понял. Либо ты можешь поехать рыбу, как бы купить за 10 кристаллов, 10 наживок. Вот, либо ты можешь... Кстати, такой качественный трактор ещё в Станадресе я ещё никогда не везел. Проработанный. Кстати, посмотри, какая резина проработанная, это капец. Либо ты можешь пойти в казино крутануть, там, каждый день, если у тебя 10 кристаллов есть. Либо ты можешь зародить трактор, но, получается, самое выгодное это, как бы, трактор. Ну, получается, типа, 100% Но ты, конечно, можешь и выловить рыбу какую-то там дороже, чем на 300 тысяч. Но это редкость, мне кажется. Ну, у меня, по крайней мере, не получалось. Ну, сейчас будем работать полчаса на тракторе за 300 тысяч. Нихера, там у него пробега 381 тысячу уже накатали. Ничего себе! Вот это трактора эксплуатируют. Так, мы проехали, получается, один круг. Ну, да, такие мажоры приехали на тракторах работать. О, кстати, трактор весь в говне, офигеть. Собственно, если я могу приехать, сдать работу, да? Сейчас, в принципе, сдать работу. И мне интересно, я, наверное, просто похерю, да, 10 кристаллов и всё. Но всё равно интересно. Или я смогу потом опять арендовать, типа, трактор и он записан. Ладно, давайте, пофиг, я не буду работать. 32 тысячи, я поменял на 100 кристаллов. Аренда так. Вот, отработали 4 минуты. А, да. Получается, кристаллы не сохраняются. Угу. Пацаны, не делайте так, как я. Собственно, пацаны, приехали городские, как бы, отдыхать в деревню на Феррари, как бы. Поэтому сейчас запаркуемся и будем делать движ. Собственно, я надеюсь, да. Валдь. Кстати, сейчас я вам расскажу. Так, и это... Что, получается, гусин Гасанов, да? А можно мне инвентарь открыть, как бы? Алё. Опчик. Палаточка. Опа. Как это, два раза? Во. Кальянечки, всё как должно быть. О, спать. Что, пацаны, две красные палатки и гусин Гасанов выходят, да? Ставь лайк, если у тебя есть такая. Давай где-то вот здесь поставим ангальчик. Чисто для превьюшечки. Так, ну можно поставить, нет? В этом месте нельзя установить мангал. А где можно? Для жарки еды положите уголь в инвентарь мангала. Окей. Ага, вот так. Значит, уголь. Не, один уголь. Нахер мне, нафиг мне два нужно. Так, и одно мясо. Через контрол не работает? Я надеюсь, у меня всё вместе не сгорит, нафиг. Так, раз. А зачем мне аж два коляна? Чисто пацаны-мажоры поехали на Феррари на пикник. Не на геликах, всяких джипах, там, крузерах. На Феррари, да? Поджарить. Подождите, пока мясо... Ой-ой-ой, да ты шо? Можно скриншотик? Э! Куда пропало? Всё? Забрать? Всё? Реально? Шашлык. Чисто на Ферре, я в 90-е приехали калик покурить. Да, и в палатке бы спать. Так, окей, спать. А, нифига, серьёзно? От первого лица врубить. Бля, прикольно. Бля. Знал бы я молочь, что такое когда-то, возможно, будет делать в Сан-Адрес. Я бы офигел. Собственно, пацаны, на этом всё. Вот такой максимально атмосферный видос вышел. Чисто шашлычка поели, на природе посидели. Вот, кальянчика покурили. Поставьте лайкос, если вам понравилось. Не, а я надеюсь, вам понравилось этот видос. Он был информативный. Я попаду? Не, попаду. Также напишите в комментариях, как вам новое обновление на CCD Planet. Ну, блин, мне кажется, мы ждали что-то большее. Вот. Также не забывайте про подписку, ведь здесь выходит очень много интересного контента. Тем более, скоро выйдет конкурс на втором и шестом сервере CCD Planet. Вот. Также не забывайте про колокольчик, ведь нужно всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока. И прощальная бомбочка. Еееей, бой. И всё. И поплыл.